Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Профессионалы своего дела. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны поделились опытом с коллегами из России и Азербайджана. Мы теряем техническое обеспечение отдела охраны на высоком уровне. Что показали гостям и почему собака не всегда лучший друг человека. Урожай 2021. В Бобруйске откроется ярмарка сельскохозяйственных продуктов. Картофель, мясопродукция, рыба прудовая. Какой адрес и режим работы. А есть у вас Пушкин. Бобруйск отметил День библиотек. Хотела бы поздравить и коллег, всех работников. Кого сегодня наградили и сколько лет исполнилось самому старому книгохранилищу города. А также лесная безопасность, лидер машиностроения и энергетическая безопасность. Белая С позволит ежегодно замещать около 4,5 миллиардов кубометров природного газа. Что для этого нужно сделать? Опыт бобруйских правоохранителей. Городской отдел департамента охраны сегодня встречал коллег из России и Азербайджана. Повод оценить и заодно посмотреть, как проходят будни местных милиционеров. Дежурная часть, учебный кабинет, показательные выступления кинологов, программа «Визита». Еще больше подробностей у Ольги Васенда. Мы рады витать вас на нашей постеприимной белорусской земле. В 10 утра департамент охраны встречает гостей из России и Азербайджана. Сначала традиционные угощения, затем дело. Первый пункт экскурсии – демонстрация возможностей. Мощная экипировка на груди милиционеров, бронежилет, видеорегистратор, рация. В машине – переносная лестница и инструменты. Кроме того, качественное обучение – главный критерий. Посещает и учебный класс. Справочная информация, манекены, техническая база. Обмен опытом на наглядном примере. Следующая локация – питомник. На полосе препятствий – показательное выступление. В центре внимания – служебные собаки. Кинологи делятся секретами дрессировки и взаимопонимания с четвероногими. Работают по принципу «кнут» и «пряник». Гости внимательно слушают. В планах передать новый опыт своим сотрудникам. Они сегодня посмотрели наше подразделение, посмотрели, как мы развиваемся, как движемся вперед. И также они посетили наш питомник – служебных собак. Где мы показали, что наши собачки умеют и какие породы у нас воспитываются и несут службу вместе с сотрудниками. Здесь собаки – не домашние животные. Их долг – нести службу. Порода – немецкие и бельгийские овчарки. На базе тренируют патрульно-розыскных псов для поиска задержания преступников по запахам и следам. Содержат помощников в вольерах. «Материально-техническое обеспечение отдела охраны на высоком уровне. Технические возможности позволяют брать и объекты, и квартиры граждан. Подготовка людей, в том числе, как мы сейчас с вами убедились, и животных, тоже на высоком уровне. То есть это люди, которые готовы обеспечивать безопасность граждан и покой в городе». Обмен опытом состоялся. Делегация покидает департамент охраны. Международные связи – важный элемент плодотворной работы. Еще более тесное сотрудничество – вектор на будущее. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1923 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 508 514 человек. В Беларусь поступила вакцина против гриппа. Сейчас она проходит лабораторный контроль. Позже ее отправят в учреждение здравоохранения. Первыми препарат получат люди из группы риска. Его состав меняется ежегодно. Это связано с постоянной мутацией вируса. Единственное противопоказание – аллергия на куриный белок. Тем временем продолжается прививочная кампания против COVID-19. Российский спутник ВИ эффективен более чем на 97%. Это показатель по Беларуси. Неделя мобильности, перспективы БелАЭС и осенняя погода. Заморозки ожидаются этой ночью в Беларуси. Какой будет температура? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На долю БелАЭС приходится 30% мирового объема карьерной техники. Реализуется и ряд инновационных проектов. Роботизация, использование альтернативных источников энергии, а также полностью зеленые машины. К слову, в этом году завод отмечает юбилей выпуска первого самосвала. Легенде отечественного автомобилестроения – 60 лет. С начала года в лесах страны произошло в 16 раз меньше пожаров, чем в 2020-м. Минлесхозам установлено свыше 650 камер. Они охватывают 98% территории. Также автоматизированная система видеонаблюдения, которая повещает о возгорании. Кроме того, развивается сотрудничество с НАН Беларуси по космическому мониторингу за состоянием массивов. БЛАЭС позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа. Запуск двух энергоблоков изменит структуру баланса данной сферы в стране. В связи с этим Минэнерго разработала документы оптимизации оборудования. Они обеспечат резерв мощности для надежного снабжения потребителей электричеством. С завтрашнего дня стартует Европейская неделя мобильности. Она призывает отказаться от машины в эти дни. Использовать можно альтернативные способы и средства передвижения. В прошлом году к акции присоединилось 53 страны мира. Завершится она 22 сентября днем без автомобиля. Заморозки ожидаются этой ночью в Беларуси. Завтра прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен слабый туман. Ветер неустойчив и слабый. Температура воздуха в темное время в отдельных районах от нуля до минус двух. Днем до 22 градусов тепла. Масштаб впечатляет. Сегодня в Бобруйске прошел автофлэшмоб. Больше 150 машин написали на асфальте 17 сентября. Мы едины. Патриотов принял аэродром. Среди участников – военные, представители общественных и молодежных организаций. Меньше слов лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Золотая осень. В Бобруйске откроется традиционная ярмарка сельхозпродуктов. График работы следующий. В сентябре 18 и 25 числа. В октябре – каждые выходные. Последний день – 7 ноября. С 9 до 15 часов. В это время можно будет совершить покупки. Место встречи изменить нельзя. Ряды разместятся на проезжей части вдоль дома номер 41. По улице Максима Горького. За горе с полкомом. Покупателям города Бобруйтка будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Это плодово-овощная продукция, картофель, мясопродукция, рыбопрудовая, продукция пчеловодства. В продаже также саженцы деревьев и кустарников. Кроме того, ярмарки будут организованы на рынках города. Адреса Держинского, 4, Минская, 123 и Карла Маркса, 49. Храм мудрости и информации. В Бобруйске – двойной праздник. В день библиотек старейшее кникохранилище города отмечает 120-летие. В зале библиотекари, работники сферы и ветераны. Для них звучат теплые слова и поздравления. Важная часть программы – награждение. За бесценный вклад благодарит администрация города. Музыкальный подарок от учеников школы искусств. К слову, с этого года здесь реализуется проект «Земли чудесный посетитель». Он посвящен пушкинской эпохе и людям, которые его окружали. Мы были открыты в 1901 году по инициативе группы учителей. И непосредственно принимала участие внучка Александра Сергеевича Пушкина, Наталья Александровна Воронцова-Вильяминова. Она подарила много книг при открытии нашей библиотеки. Фонд на сегодняшний день насчитывает более 60 тысяч экземпляров. Хотела бы поздравить и коллег, всех работников учреждения культуры, централизованной библиотечной системы, всех читателей наших, которых мы очень любим. Хотя надо говорить, что читатели, ведь они не только те, которые приходят. Они могут быть потенциальными, потому что мы каждый день ждем и новых читателей тоже. Поэтому наши двери всегда открыты, мы всегда рады всем, кто приходит к нам. В 2020-м библиотеки посетил каждый третий житель страны. Это почти 3 миллиона человек. Среди сотрудников сферы 13 тысяч работников. Большинство из них – женщины. Фонд превышает 52 миллиона печатных экземпляров. Доступны издания и в электронном виде. Каталоги, публикации и другие информационные источники. Всего в Беларуси более 2,5 тысяч книгохранилищ. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»